Аккумулятор — это устройство, чтобы запасать электрическую энергию. Аккумулятор является одним из типов химических источников тока. Это более широкое понятие. Химический источник тока — это устройство, которое может преобразовывать энергию химических связей, энергию, накопленную в химических связях, напрямую в электрическую энергию. Химических источников тока известно много разных. Самые простые, про которые все знают, — это обычные пальчиковые батарейки, но такие батарейки нельзя перезарядить. То есть их нельзя зарядить обратно, когда заряд в них закончился. В отличие от них аккумуляторы можно заряжать многократно. Наверное, первым самым известным аккумулятором стал свинцово-кислотный аккумулятор, который был изобретен в XIX веке французом Густавом Планте. В таком аккумуляторе, как и в любом аккумуляторе, есть два химических вещества, которые реагируют между собой. В процессе этой химической реакции должны передаваться электроны. Внутри аккумулятора, как и любого химического источника тока, всегда есть два химических вещества, одно из которых готово отдавать свои электроны другому. Такие вещества могли бы реагировать с друг другом напрямую, но тогда никакого толку нам от того, что они эти электроны друг другу передавали бы и не было. А химический источник тока и аккумулятор в частности отличается тем, что два реагирующих между собой вещества разделены некой средой, которая позволяет им обмениваться массой, но не позволяет передавать электроны. Электроны при этом могут двигаться по внешней цепи, делая для нас какую-то полезную работу, например, зажигать лампочку или заставлять вращаться электродвигатель. Та среда, которая располагается между двумя реагирующими веществами, называется электролитом. Электролиты бывают самые разные. Они могут быть и жидкие, они могут быть и твердые. Главная их задача — проводить какие-нибудь ионы, но при этом ни в коем случае не давать электронам передаваться напрямую от одного вещества к другому. Чтобы сделать аккумулятор, этот процесс должен быть обратимым. Мы должны иметь возможность, подключив это устройство к внешнему источнику питания, заставить вещества реагировать в обратную сторону. Если образуются какие-то новые вещества, они должны разлагаться и все должно возвращаться в исходное состояние. Электроны при этом должны двигаться по этой внешней цепи в обратном направлении, движимые электрическим полем, создаваемым тем, что мы называем зарядное устройство. Как я сказал, первый аккумулятор был придуман уже более ста лет назад, это было в XIX веке, и он был всем хорош и используется по сей день. Все знают, все могут увидеть такой аккумулятор под капотом своего автомобиля. Это аккумулятор, который использует свинец и оксид свинца-4. Дело в том, что свинец может окисляться, этим словом химики называют процесс, когда вещество отдает свои электроны и превращается в сульфат свинца-2. При этом оксид свинца-4, наоборот, получает электроны и тоже превращается в сульфат свинца-2. Таким образом, одно соединение свинца передает электроны другому соединению свинца, и эти электроны, двигаясь по внешней цепи в случае автомобиля, вращают стартер и помогают нам завести бензиновый или дизельный двигатель. Когда мы хотим заряжать этот аккумулятор, электроны движутся по цепи в обратную сторону, и эти два соединения на двух пластинах, на двух электродах аккумулятора вновь превращаются в свинец и оксид свинца-4, и этот процесс можно проводить достаточно большое количество раз. Главная проблема такого аккумулятора — его большой вес. Те, кто поднимал такой аккумулятор, знают, что весит он очень много. Но на языке тех, кто разрабатывает аккумуляторы, важен не вес конкретной аккумуляторной батареи, а так называемая удельная энергия. То есть то количество энергии, которое можно запасти в единице веса аккумулятора или в единице его объема. Для свинцово-кислотных аккумуляторов сегодня удельная энергия составляет всего 30-40 ватт-часов на килограмм, хотя с XIX века мы прошли огромный путь, и в то время такие аккумуляторы накапливали буквально единицы ватт-час на килограмм. То есть их энергозапас в расчете на единицу у нас увеличился более чем в десять раз. Естественно, ученые и инженеры еще с тех старых времен активно работали над тем, чтобы удельный энергозапас увеличить. С того времени были разработаны десятки, если не сотни, различных химических систем, то есть пар двух веществ, одно из которых является окислителем, другое — восстановителем, и электролитов, нацелены на то, чтобы увеличивать удельную энергию. В ХХ веке были созданы, наверное, хорошо всем известные системы на основе никеля. Это никель-металлогидридный, сначала никель-кадмиевый, потом никель-металлогидридные аккумуляторы. Минус всех этих систем и главная их проблема состояла в том, что они не могли иметь достаточно большого напряжения. Проблема заключается в электролите. Те аккумуляторы, которые используют электролиты на водной основе, то есть растворы солей, щелочей или кислот в воде, ограничены по своему напряжению, потому что при превышении напряжения в 1,2 вольта начинает разлагаться сама вода. Вода распадается на водород и кислород, и это электрохимическая реакция, которая называется электролиз воды. Невозможно сделать систему с водным электролитом, которая имела бы напряжение на каждом аккумуляторе, на каждой ячейке в аккумуляторной батарее выше чем 1,2-2 вольта. Во второй половине XX века стали активно исследовать неводные электролиты, тоже растворы солей, но уже не в воде, а в органических растворителях. Усилия в этом направлении были в том числе направлены на то, чтобы сделать аккумуляторы с напряжением выше 2 вольт. Таким образом, в 1990 году удалось подобрать комбинацию электродных материалов и неводного электролита, состоящего из смеси алкил-карбонатов и определенной соли гексофторфосфата лития, которое получило название «литий-ионный аккумулятор». Напряжение такого аккумулятора было чуть ниже 4 вольт, а чем выше напряжение, тем больше энергии можно запасти. Уникален литий-ионный аккумулятор не только электролитом. В нем сам принцип работы достаточно заметно отличается от принципа работы свинцово-кислотного аккумулятора, про который я говорил. В литий-ионном аккумуляторе, который был создан в 1990-м году, отрицательным электродом, веществом, использующимся для отрицательного электрода, являлся графит, а на положительном электроде использовали слойстый оксид кобальта-лития. В таком оксиде атомы кобальта и кислорода образуют слои, и между этими слоями находятся ионы лития. При заряде такого аккумулятора ионы лития покидают катодный материал положительного электрода, двигаются через электролит и внедряются между слоями графита. При этом электроны движутся по внешней цепи, движимые источником, с помощью которого мы заряжаем аккумулятор. Потом в заряженном состоянии аккумулятор сам способен делать полезную работу, и если мы подключим его клеммы к какой-то нагрузке, то электроны начнут самопроизвольно перемещаться по цепи, затрачивая энергию, а ионы лития будут вновь покидать графит, двигаться через электролит и встраиваться между слоями оксида кобальта. То есть в этом аккумуляторе не образуется никаких новых фаз, веществ, а ионы лития лишь встраиваются то в один, то в другой электрод. В англоязычной литературе такой аккумулятор назвали аккумулятор-креслокачалка, потому что ионы просто двигаются из одного электрода в другой и обратно. Сегодня удельная энергия литий-ионных аккумуляторов достигает аж 250-270 ватт-часов на килограмм, в то время как первые литий-ионные аккумуляторы давали лишь 100-120 ватт-час на килограмм. Этот прогресс связан в первую очередь с двумя факторами. Первый фактор — это технологический фактор. За последние 25 лет технология изготовления электродов шагнула вперед, электроды стали более плотными, более толстыми, содержат в себе больше вещества, и масса активных веществ оказывается более высокой на фоне массы веществ, которые не участвуют в самой реакции, отвечающей за накопление энергии. Это корпус, электролит и всякие другие вспомогательные материалы. Но вторым и самым важным фактором стал прогресс в области материаловедения. Сами активные материалы, которые накапливают литий внутри себя, заметно изменились и сегодня уже достаточно непросто найти аккумулятор, в котором используются просто графит и просто оксид лития кобальта, используют уже более сложные смешанные оксиды, содержащие никель, марганец и кобальт. Используют не просто графиты, а графиты с определенной обработкой, графиты, к которым добавляют наночастицы кремния. И все это позволяет постепенно увеличивать и увеличивать энергозапас на единицу массы или на единицу объема. Несмотря на такой прогресс, начиная с свинцово-кислотных аккумуляторов до литий-ионных аккумуляторов, которые сегодня обеспечивают 250-270 Втч на килограмм, все все равно недовольны. Всем хочется, чтобы смартфон работал дольше, а электромобиль проезжал без подзарядки большие пробеги. Поэтому ученые и химики-технологи в мире продолжают работать, чтобы совершенствовать аккумуляторы. Главным образом вся эта работа направлена на разработку новых материалов, которые могли бы запасать в своей структуре либо больше лития, либо обеспечивать еще более высокое напряжение. Есть и более радикальные подходы, которые, как правило, объединяют названием постлитий-ионные технологии. Эти постлитий-ионные технологии распадаются на несколько направлений. С одной стороны, сегодня активно разрабатываются натрий- и калий-ионные аккумуляторы, ведь натрий и калий, в отличие от лития, входят в число породообразующих элементов, их намного больше на Земле. Такие аккумуляторы могли бы стать дешевле, хоть и не будут конкурировать с литий-ионными по энергозапасу, и устройства не будут работать так долго, тем не менее это актуально для некоторых направлений, например, для накопителей в электросетях, где вес не столь важен, а вот цена становится существенным ограничивающим фактором для внедрения таких накопителей. Другим направлением являются литий-серные аккумуляторы, где вместо тяжелых оксидов переходных металлов используются сера и ее композиты с углеродом. Сера и углеродные материалы достаточно дешевы, это могло бы обеспечить не только более низкую цену, но и большую емкость, и больший запас энергии, потому что сера достаточно легкая, и на единицу массы такие аккумуляторы по расчетам могли бы обеспечивать уже 300-400 ватт-час в килограмме. Есть и совсем далекие перспективы литий-воздушные аккумуляторы, в которых сера может быть заменена на кислород, доступный в окружающем нас воздухе. Он такой же легкий, он хороший окислитель, то есть он хорошо отнимает электроны, в то время как литий может их отдавать. Такие аккумуляторы гипотетически могли бы перешагнуть через черту 400 ватт-часов на килограмм, но, к сожалению, огромное количество достаточно серьезных фундаментальных проблем пока оставляет это направление в научных лабораториях. Боюсь, что исследования ученых не закончатся в ближайшие 10-20 лет, и это не станет пока что технологией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова